Госдума России приняла закон «Спутник» к законодательству о финансовых СРО без поправок по рынку Форекс. О том, почему возможные поправки к закону о регулировании Форекс рынка в России негативно влияли бы на рынок, накануне прокомментировал управляющий директор Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов Алексей Евсиков. В самом начале 2016 года вступил в силу закон, регулирующий внебиржевой рынок Форекс в России. Его основные положения предусматривают признанные на международном уровне методы защиты прав трейдера. Однако несколько месяцев назад по инициативе отдельных депутатов Государственной Думы в непрофильный законопроект был внесен ряд поправок. Важно отметить, что они могут изменить ландшафт клиентской базы и условия выбора российской юрисдикции для полумиллиона отечественных трейдеров. Много вопросов российских трейдеров и других участников рынка вызвало инициативу ввести институт квалифицированных инвесторов и запретить компаниям осуществлять сделки с трейдерами, не признанными таковыми. В этом контексте возникает риторический вопрос. А не осложнятся ли условия работы трейдеров в России? По оценкам экспертов и ведущих деловых СМИ, новые инициативы могут подрывать еще не сложившееся доверие розничных инвесторов к работе в российской юрисдикции. На мой взгляд, разумнее, если новые законодательные инициативы сегодня будут предлагать дополнительные привлекательные условия для работы в России и способствовать переходу розничных инвесторов из иностранной в российскую юрисдикцию. Кроме того, это снизит отток капитала и исключит условия для деятельности недобросовестных компаний на фоне небольшого опыта регулирования рынка Форекс в России. Вселяет в надежду тот факт, что готовность Банка России к совершенствованию регулирования рынка остается позитивным сигналом для всей отрасли. Уверен, что мегарегулятор и Форекс-дилеры продолжат эффективный диалог по всем возникающим вопросам, а ЦРФИН поддержит разумные инициативы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова